Сегодня мы покажем элементы подготовки Резеншнауцера к выставке. Он у нас уже частично помыт. Сейчас мы его высушим. Уложим и потом пострижем. Для укладки шерсти мы используем разную косметику на разных ногах. На одной это будет мусс. При нанесении косметики важно, чтобы средство попадало на корни волоса. Потому что если это средство окажется только на кончиках и его не будет на корнях, кончики упадут под тяжестью средства, а корни как раз дадут возможность этим кончикам упасть. Потому что на них не будет нанесена сама основа. Тщательно распределяем пенку на волосы. У нас классический представитель Резеншнауцера. То есть с жесткой блестящей шерстью и умеренно развитым украшающим волосы. На вторую ногу мы нанесем другое средство, стурирующий спрей. Точно так же наносим так, чтобы средство попало на корни волос и распределилось максимально по всей длине волоса. Более густая шерсть на плюсне, поэтому мы ее разгребаем прям и точно так же тщательно пробрызгиваем. Для сушки мы используем компрессор, можно также использовать обычный фен, но это быстрее просто. КОНЕЦ Собственно, мы высушили ноги. Которые перед этим помыли шамкунем для жесткошерстных собак. А всю шерсть мы во время сушки поднимаем наверх, чтобы тщательно просохли корни волос и кончики. После сушки сразу же мы расчесываем шерсть по направлению вверх, чтобы эта форма закрепилась. Когда мы сушим корпус, то очень внимательно относимся к направлению струи воздуха, чтобы она никогда не попадала против шерсти. Я сейчас говорю о подготовке к выставке. То есть струя воздуха всегда направлена по шерсти или поперек корпуса. И вот таким образом собака у нас приобретает вид готовый к стрижке. Надо отметить, что эта собака около двух месяцев назад была выщипана на лысо, выщипана руками, без использования каких-либо средств. Максимум камни для груминга. То есть что-то, например, вот такого. Но большая часть работы была проделана именно пальцами. Так как шерсть жесткая, ее очень легко порвать триммингом, тримминговочным ножом. Поэтому предпочитаю щипать руками вот такую шерсть. Если я щиплю такую собаку на лысо, то у меня уходит на косметическую стрижку уши, лапы, попа. И на тримминг два-два с половиной часа. Сейчас мы перейдем к подготовке к стрижке машинкой. Для этого нам нужно в некоторых местах удалить подшерсток. Удалим его мы с помощью тримминга путем прочесывания. Вот таким образом. То есть вот подшерсток, который вычесывается. Он нам здесь не нужен, потому что он создает лишний и ненужный объем. Для удаления подшерстка, так же как и для тримминга, я использую абсолютно разные ножи. Потому что все они с разной длиной зубчиков. И каждый вид удаляет разную шерсть. То есть на одном и том же участке для более тщательной обработки я использую разные ножи. Кто там? Том, ты молодец. Очень большой, молодец. То есть видите, они каждый счесывают немного по-разному. Плюс, если посмотреть на тип шерсти, который счесывается этими ножами, он будет разный. Где-то чуть-чуть уходит ость, а где-то только подшерсток. Поэтому качественнее проработать разными инструментами. То же самое я сделаю на крупе. Потому что здесь тоже будет необходимо немножко проработать поверхность машинкой. Когда я работаю машинкой, то отшерсток оказывается лишний не потому, что он мешает работе лезвия, а потому что визуально должно получиться так, как будто бы собака не стрижена, как будто она родилась вот такой. А если мы пострижем по пуху, не вычесав его, то цвет будет отличаться. Потому что подшерсток, так как он более тонкий, он имеет более блеклую структуру, более блеклый цвет. Он тоненький и такой, ну, сероватый. Ну, не сероватый, но просто менее яркий и менее блестящий. Поэтому мы его убираем, чтобы постричь по кончикам ости. Для подготовки к выставке я использую нож, который оставляет 3 мм шерсти. Горло я снимаю против шерсти. Горло, щеки. Если говорить о ножах фирмы Остер, то это нож номер 7F. На некоторых собаках, на которых я уверена, что у них густая шерсть, я использую нож номер 10, который оставляет чуть больше миллиметра. Уши тоже стригу таким длинным ножом, однозначно против шерсти. В принципе, внутреннюю часть уха я предпочитаю подкорректировать ножом, который оставляет миллиметр. Ну, чуть больше миллиметра. Номер 10. Также мы видим, что у этой собаки густая шерсть, и поэтому щеку по щеке можем тоже пройтись более коротким ножом, чтобы визуально выглядело аккуратнее. У каждой породы собак есть свой стандарт не только по анатомии, но и по грумингу. То есть собака должна выглядеть определенным образом. Поэтому, если мы побреем морду Резеншнауцеру, ну, он, конечно же, получит какую-нибудь оценку, но на взгляд судьи в любом случае, может быть, даже не отрицательно, но он никогда не выиграет. Просто потому, что он будет выглядеть ненадлежащим образом, и шерсть будет являться не в выставочной кондиции. Итак, зачем мы чувствовали пух? То есть вот здесь, чтобы подчеркнуть линию и красоту шеи, я буду стричь по шерсти очень аккуратно, и нож мой не прилегает вплотную к коже. В некоторых местах снимаю едва-едва кончики волос, которые уже плотно прилегают к телу собаки. Теперь перейдем к крупу. Здесь нужно правильно оформить выход хвоста. Стой, пожалуйста. Точно так же стрижем по шерсти. Мы помним, что мы здесь убирали подшерсток ненужный. И аккуратно состригаем ненужную шерсть. На мой взгляд, идеальным грумингом является та работа, когда ты смотришь на собаку, и создается ощущение, что она родилась такой, без прикосновения человеческих рук. Еще такой нюанс в стрижке машинкой, который нужно очень аккуратно выполнять, это стрижка паха. То есть у этой собаки уже пострижена, мы готовились к сегодняшнему дню, но пах тоже выстригается машинкой. Я использую вот такой инструмент, который частично вычесывает отмершивую шерсть, а частично ее подсекает. То есть фактически выполняет работу филировочных ножниц, но более аккуратно. И точно так же я прорабатываю весь корпус, чтобы... Вот видите, удаляется пух практически один. Чтобы сделать шерсть более прилегающей, более облегающей. Также на крупе часто вырастает чуть больше шерсти, чем на боках. И чтобы... А шнаутер эта собака высокопередная. Поэтому здесь я убираю чуть больше шерсти. И так же прочесываю тщательно хвост. Так как эта собака в настоящий момент непосредственно после тримминга, то есть два месяца назад он был выщипан, как мы помним. И мы видим вот эти границы, которые в настоящий момент явно видно. Нашей задачей при подготовке к выставке является также эти границы сравнять. Одной из частей этого сравнивания является прочесывание Code Kingdom. То есть мы плавно вот из этого перехода убираем пух. Но это не все, это только одна из частей работы. То есть, ну даже проделав это, эту манипуляцию мы видим, что юбка становится более блестящей, потому что удаляется часть подшерсти. И то же самое мы делаем на колене. То есть мы вскользь подчесываем вот этот пух, который находится на стыке между оставленной длинной шерстью и выщипанной короткой. Более тщательно я проработаю загривок, потому что у шнауцера должна быть сильная, мощная, красивая шея. И в то место, где мы уже простригли машинкой, чтобы убрать оставшийся подшерсток, который будет нам мешать. Теперь мы переходим непосредственно к стрижке, потому что шнауцер это собака, которая совмещает в себе и стрижку, и тренер. Уберем ненужные инструменты. Для стрижки нам необходима расческа. Мы оставим некоторые тримминги, потому что, вероятно, где-то придется подчесать подшерсток. И берем ножницы. Я использую несколько видов ножниц. Это филировочные ножницы, длинные и короткие. Иногда более частые, иногда более редкие. Также обычные длинные ножницы с чуть закругленными лезвиями. И коротенькие ножницы для обработки лап и ушей. Начнем с головы. Все линии головы шнауцера должны быть параллельны. То есть линия морды, линия черепа и при взгляде спереди. Сначала мы подравниваем кромку уха, которую уже пострели машинкой. Чтобы она была аккуратной. Филировочными ножницами сглаживаем стык между коротко бритой шерстью и чуть более длинной. Чтобы он был менее заметен. Возвращаясь к вопросу о том, что видит ли шнауцер за своей густой челкой. У этого товарища челка не очень густая. Но все-таки, чтобы он лучше видел, прежде всего мы выстригаем такой маленький треугольничек на переносице. То есть обычно я простригаю от одного внутреннего угла глаза к другому внутреннему углу глаза. Аккуратно убираю эту шерсть. И подравниваю вот эти вот коротенькие волосочки, которые в принципе мешают иногда ему нас увидеть. Но это бывает редко. Также путем удаления вот этой шерсти на переносице мы подчеркиваем параллельность... Я посмотрю параллельно, он пока не очень параллельный. Мы подчеркиваем параллельность линии лба и морды. А также мы заканчиваем работу с параллельностью, убирая лишнюю шерсть на черепе. И выравнивая вот этот переход от стрижки машинкой к длинной шерсти. Как правило мы делаем косметику, это называется косметическая стрижка, косметику за пару дней до выставки. Поэтому где-то можем позволить состричь шерсть чуть-чуть покороче и будет видно кожу. Но будем уверены, что на выставке это будет все очень красиво. Потому что если сегодня мы оставим шерсть чуть-чуть более длинной, за пару-тройку дней она обрастет и создаст неаккуратность и неопрятность нашего экспонента. То есть мы видим, что шерсть над челкой создает непараллельность, поэтому аккуратненько ее выравниваем. Когда я создаю вот эту линию, я смотрю на просвет, чтобы увидеть параллельность или непараллельность линий конкретного представителя породы. Становятся видны небольшие погрехи стрижки машинкой. Теперь длинными ножницами мы сформируем челку. То есть помня о параллельности линий, я стараюсь ориентироваться на линию черепа и сперва ее просто продолжать. Отстригая шерсть около внешнего угла глаза и также формируя край бороды. Теперь нам нужно сформировать саму челку. С этой стороны мы точно так же отрезаем около внешнего угла глаза. И эти погрехи очень хорошо видно, когда собака дышит. То есть мы видим сейчас, что с этой стороны осталось больше шерсти, ее нужно убрать, а с этой практически ничего лишнего не осталось. В том у нас молодой пес, поэтому немножко нервничает. Но это простительно. Стой, пожалуйста. Когда я готовлю к выставке собак, я предпочитаю, чтобы они немножко двигались, потому что в динамике сразу вылазят какие-то ошибки. Если собака стоит как памятник, то, конечно, все получится ровно и классно. Но, возможно, в движении, когда уже мы будем в ринге, мы увидим, что можно было бы отрезать тут, там. Но уже это будет невозможно. Считаю очень важной вещью подравнивание кончиков бороды. Часто можно встретить картину, когда на выставке выходит шнауцер с такой бородой в пол и напоминает карлик носа. Но такого быть не должно, несмотря на то, что голова у шнауцера по отношению к корпусу должна быть крупной. Итак, мы постригли голову. То есть мы видим, что мы придали максимально параллельные линии в голове. Из того, что есть у этой собаки, нарисовали почти красивую бороду. Теперь переходим к стрижке передней части, передней лапы. Заранее при подготовке к сегодняшней съемке я уже постригла пальчики между подушечками. Но в любом случае, вот какие-то огрехи вылазят. И шерсть тщательно убирается между всеми пальцами, между всеми подушечками. Считаю это очень важной позицией для ринга. Потому что собака крупная, пол может оказаться скользким. И когда между пальцами много шерсти, собака может элементарно подскользнуться из-за того, что там шерсть. Поэтому прям убираем все, чтобы увеличить трение между полом и лапой. Том, дай, пожалуйста, лапу. Пожалуйста, расслабься. У тебя очень хорошо. Среди стрижки шнауцеров есть нюансы. Ряд грумеров предпочитает так постричь лапу, чтобы когти были не видны. Лапа шнауцера должна быть круглой, с короткими пальцами. Поэтому я предпочитаю стричь так, чтобы были видны когти. Но лапа была максимально маленькой. Когда я стригу переднюю часть, после того, как я закончила работу с шеей, мы помним, что здесь линия должна быть в перпендикулярной земле. Поэтому, обозначив точку лапы снизу, дальше я обозначаю угол плеча. Так как собака молодая, поэтому он не идеально стоит, мы стараемся подстроиться под него. Молодец. То есть, опять-таки, тщательно сглаживаем переход от щипанной шерсти к той, которая стрижется. Используем филировочные ножницы. Также для сглаживания перехода между бритой частью и украшающей волосы. Переход от плеча непосредственно к предплечью я предпочитаю тоже проработать триммингом. Потому что, удалив отсюда подшерсток, мы получаем более лаконичный переход. Подшерсток, который здесь есть, если его оставить, как раз покажет, что здесь было стрижено. И это будет некрасиво. Держался. Для того, чтобы проверить себя, мы прочесываем шерсть в разных направлениях. То есть, видите, мы прочесали, а здесь вылезла такая ступенька. Поэтому мы ее, собственно, прорабатываем филировочными ножницами еще раз. Наша сегодняшняя встреча все-таки посвящена, на мой взгляд, больше технике работы. Потому что перед камерой, наверное, не всегда можно добиться создания идеальных линий. Но мы постараемся. Теперь мы переходим непосредственно к лапе. То есть, эта собака легкая для груминга. У него немного шерсти. Это классно для шнауцера, потому что сейчас очень много собак с непородной, мягкой, пухлявой шерстью. Конечно, шнауцеры должны быть параллельны. Поэтому мы, собственно, эту параллельность и создаем, или подчеркиваем, если она есть природная. У этой собаки, к счастью, она природная, путем стрижки. В этом случае мы подстригаем кончики. Только потому что стрижь здесь особо нечего. Но все-таки, чтобы создать некое шоу настроение, мы подняли на пенку шерсть. Наверное, у нас такой весь пушистый и блестящий. Чтобы кончики, чтобы увидеть, где можно постричь кончики, мы поднимаем вот так шерстку. И ножницы вот так вот эти кончики простригаем. И делаем это по окружности всей лапы. То есть, каждая грань вот этого как бы круга должна быть подровнена. Теперь мы держим заднюю часть наверх. А для этого нам нужно вычислить колтуны, которые здесь есть чуть-чуть. Подняв ногу, мы стрижем шерсть между передними конечностями. И, в принципе, в таком же положении можно подровнять чуть-чуть кончики шерсти передней лапы. И заодно состричь что-то, что нужно будет состричь позже, на второй конечности. Также, встряхнув ногу, мы можем увидеть, что и где было недострижено. Потому что это сразу становится видно, особенно на такой шерсти. И есть возможность это подровнять. Мы удаляем шерсть с локтя, чтобы он не был выворачен наружу. Конечность должна быть перпендикулярна земле. Поэтому вот таким образом мы ее выводим на перпендикулярность. Когда работаю с собакой, постоянно стараюсь держать в поле зрения всю собаку. Потому что как только она пошевелится, могут вылезти какие-то огрехи. Тут или там. И вот с этой позиции, например, можно увидеть что-то недоделанное в стрижке задней ноги. И точно так же обратно. Поэтому, если я как будто бы достригла переднюю ногу, это не значит, что я ее достригла. Могу вернуться к ней позже, увидев ее с другого ракурса. Том, стой, пожалуйста. Стой. Теперь можем переходить к стрижке задней. Собаку. Но через формирование линии низа. Шнауцер – высокопередная собака. И линия низа очень часто подчеркивает, как бы это сейчас не звучало странно, эту высокопередность. Это сильная, спортивная собака. Не поджарая, но очень четкая в силуэте. Поэтому формирование юбки очень важно. Когда мы формируем линию низа, важно не сделать собаку кратконогой. Поэтому здесь очень важно развитие глазомера. То есть мы постоянно окидываем собаку взглядом полностью. И вот здесь вот, например, на крыльях лопатки, на мой взгляд, немного лишняя шерсть. Поэтому я ее убираю игровочными ножницами. Но мы помним, что перед этим мы собаку прочесали. Очень незначительно позволяю себе использовать ножницы. Также подщипываю эту шерсть, чтобы выход шеи у нас был максимально лаконичным. Мы уже говорили о том, что собака щипана, и у нас остались переходы от щипанной шерсти к нещипанной. Поэтому мы их сейчас тоже прорабатываем путем более тщательного прочесывания триммингами. А после этого филировочными ножницами. То есть именно простригаем сам переход. Очень-очень слегка. Очень аккуратно. И точно так же можно против шерсти сделать вот такую вот хитрость. Регулярно прочесываем шерсть, потому что мы видим, возникают неровности, какие-то непрочесанности. А в ринге как раз это все вылазит, если это не прочесать во время стрижки. Переходя к стрижке задних ног, мы подкорректируем чуть-чуть линию вверх. Потому что собака девственно обросшая, и здесь шерсть покороче, точнее здесь покороче, здесь подлиннее. мы чуть-чуть подщипем и подровняем. Мы уже прочесывали cold king, мы помним. Здесь мы чуть-чуть создадим гармонию линии. Собака на самом деле очень хорошо сложена, поэтому том том, не бойся, пожалуйста. Друг. Друг. Том друг. Том молодец. Поэтому мы просто чуть-чуть убираем излишки шерсти. Кстати, по всем законам вредности и подлости, почему-то круп у жесткошерстных собак часто обрастает больше, сильнее и кудрявее, как ни странно. В данном случае мы видим, что вот здесь вот абсолютно прямая шерсть, а здесь она с большим взломом. И поэтому она больше торчит. И, собственно, требует вмешательства. Плюс еще подшерсток очень важно удалять, чтобы давать возможность расти остевому волосу. То есть тоже такая важная история. Возвращаясь к переходам от щипанной шерсти к нещипанной, точно так же прочесываем здесь еще раз переход на ноге. В силу того, что мы шерсть прощипали и прочесали здесь, так же, как и на лопатке, позволяю себе использовать в незначительном количестве стрижку ножницами. Абсолютно, вопреки многим замечаниям людей, работающих с жесткой шерстью, не считаю, что в таком количестве использования ножниц это как-то вредит. Потому что прежде, чем взять в руки-ножницы и постричь, я эту шерсть подщипала чуть-чуть, подчесала, потом еще раз подщипала, еще раз подчесала. То есть я создала для роста новой жесткой шерсти уже достаточно большое количество, скажем так, пустых мест из выщипанных волосков. Теперь формируем постав хвоста. Для меня очень важным является тщательная обработка именно переходов от стриженной к не стриженной шерсти. Потому что эти моменты создают натуральность собаки. То есть очень часто невозможно... Конечно, мы понимаем, что это стриженная, но вот глазу все-таки не прикажешь. Когда стоит собака, вроде бы хороша, но тут торчит, здесь торчит, попа выбрита, налысо так, что светится, а тут лохмы шерсти торчат. И вроде бы собака хороша, но неопрятно. Поэтому вот все-таки очень такое скрупулезно, принципиально имею к этому отношение. Вот то, о чем я говорила, с этого ракурса видно, что что-то вылазит на передней ноге. К этому возвращаюсь. Что-то вылазит на ютю. То есть советую всегда и всем, кому рассказываю, как что-то делать с шерстью, держать в поле зрения каждый, по возможности, квадратный сантиметр обрабатываемой поверхности собаки. Ну, напоминаю, тщательно, особенно на задних, да на всех, на самом деле, четырех ногах, от тщательной обработки лапы изнутри, чтобы собака как можно меньше скользила на ринге. И пальчики, между пальчиками. Делаю это маленькими ноженками. Том, пожалуйста, теперь встань дальше. Все, у нас уже все. Напомню, что я предпочитаю, чтобы когти были видны, потому что, на мой взгляд, это дает больший размах для творчества грумера и иногда для коррекции каких-то статей собаки. Вот, говоря о том, что иметь обзор с разных позиций, с разных сторон, то есть вот с той стороны, сзади, мне абсолютно не видно, что вот эта шерсть торчит. А отсюда я вижу, что прям по всей задней поверхности бедра собаки такая прям бахрома-бахрома, которую я не хочу увидеть, потому что она доставляет... Потому что она делает вид сбоку неопрятный. Корректирую еще раз переход уже ножницами. Опять-таки, на мой взгляд, вот этот переход очень важно скорректировать вне зависимости от того, была собака щипана или не была, потому что, когда собака бежит и эксперт смотрит спереди и сзади, если вот эта история не прощипана или не прострижена, то эти... эта шерсть на голени развивается во все стороны и даже у собаки с ровными конечностями зачастую кажется, что где-то что-то криво. Поэтому всегда, в принципе, когда готовлю собаку к выставке, со стола снимаю и смотрю собаку в движении во всех ракурсах. Обязательно. Там, где шерсть более редкая, у конкретной собаки стрягу филировочными ножницами, потому что очень легко ошибиться среди этих вот нескольких волосиночек, которые бережем, подземнится окон вот этих собак. Потому что, к сожалению, когда встречаются эксперты, мне породники часто дают предпочтение более лохматым собакам, потому что они вырезают нарядину. Это такая жесткая. Вот отсюда, например, сейчас мне видно, что на локте остался прям плок шерсти, который делает при осмотре сзади переднюю ногу с вывернутым локтем. Поэтому вот отсюда эту шерстку убираю. Сначала подщипываю, а потом чуть подравниваю ноженкой. А длинные филировочные ножницы использую чаще всего при стрижке задних конечностей между ногами. У этой собаки здесь почти нет шерсти, поэтому это занимает прям чуть-чуть. Обрабатываю лапу для того, чтобы она была ровной, никуда не выворачивалась. Визуально из-за шерсти. Потому что эта собака, к счастью, обладает очень приятной анатомией. Плюсно у шнауцера перпендикулярно полу, что я, собственно, пытаюсь сформировать и подчеркнуть. Хвост можно прочесать триммингом. Хвост мы прочесываем триммингом. Можно кудряшки подщипать. Опять-таки, хвост опускается и сразу видно, что вот здесь недостриженная такая ступенька. При поднятом хвосте этого не видно. поэтому все равно все вычищаю. А хвост дальше формирую. То есть, снизу хвоста я простригла машинкой, а переход и вот эти кудряшки уже два варианта можно довольно острым триммингом подщипать. Потом завершить пророчные ножницы или даже простыни. перестань ты кручиться просто. Проверяю тоже все ли я отсюда убрала. С разных сторон смотрю на выход хвоста. Смотрю, что у меня с той стороны. Смотрю, что у меня сниться творится. Ну и в принципе могу сказать, что большая часть работы по подготовке резиншнауцера с жесткой шерстью к выставке на данном этапе завершена. В любом случае, придя на выставку, мы еще раз расчешем всю шерсть. А часто мы делаем это с феном, потому что есть специальные грумин-зоны, где мы смачиваем шерсть, еще раз проходим с пани феном, вылазят какие-то уже минимальные совсем огрехи, мы их подравниваем и бодро идем в ринг. Собственно, вот так и живем. Ну, на самом деле, очень важной проблемой в подготовке к выставке является питание собаки. И здесь, особенно в зимний период, когда на улице холодно, а в квартирах довольно тепло и часто очень сухой воздух. Очень классно использовать корма либо подкормки с омега-3 и омега-6 кислотами. Для жесткой шерсти, на мой взгляд, это прям незаменимая вещь, потому что шерсть ломкая и кожа, в принципе, тоже часто суховатая и прям спасает, спасает очень многих наших шнауцеров, делают их еще красивее, чем они есть на самом деле. Ну а вознаградим мы Тома вот такими вкусняхами от наших партнеров. Видишь? Очень ловкий Том. Держи. Молодец, Брак. Молодец, собака. Молодец. Здорово. Тома. Тома. Молодец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok